Ленин с пробитой бровью в уличной галереи стоит всего неделю, а буквально вчера у него появился сосед. Новенький портрет купят сразу, уверен Точубек. Вождь мирового пролетариата пользуется у народа спросом. С ним в популярности сравниться может только другой коммунист. Я видел, как давали заказ на портрет Сталина. Бывает, Маркса просят нарисовать. Тематических картин обычно не просят, но Сталина тут выставляют часто. Ностальгировать по советскому прошлому в Кыргызстане продолжают до сих пор. После того, как Россия не смогла достроить два крупнейших энергообъекта, Комбаратинскую ГЭС-1 и Верхненарынский каскад ГЭС, настроения большинства кыргызстанцев изменились. Сторонников евразийской интеграции сейчас настораживает то, что республика вновь начнет сотрудничество с США по некоторым направлениям. Вот в таких контактах, которые поддерживало это соглашение, денонсированное, был прежде всего заинтересован Вашингтон. То есть это им было нужно. Это властям Кыргызстана, в чем там была, так сказать, большая помощь. Ну да, какие-то там небольшие средства выделялись. Если быть точнее, то на базе рамочного соглашения осуществлялась гуманитарная помощь на 60-70 миллионов долларов ежегодно. Это поставка продовольствия, лекарств, военной техники и помощь в борьбе с терроризмом. Весь этот поток гум-помощи прекратился, когда прошлым летом, сразу после присоединения к ЕС, правительство Кыргызстана расторгло договор с США. На такой шаг МИД пошел после того, как Госдепартамент присудил премию кыргызстанскому правозащитнику, приговоренному к пожизненному заключению. Спустя полгода, когда Кремль не смог построить в Кыргызстане ГЭС, которые должны были стать самыми крупными проектами нынешней власти, руководство страны заявило, что готово подписать новое соглашение о сотрудничестве с Америкой. Россия не смогла выполнить свои обязательства. То, что происходит сегодня в мировой экономике, в геополитических отношениях и конкретно в кыргызско-российских, особенно в экономических отношениях, нашу страну, нашу власть толкает уже на поиски других направлений, особенно в решении социальных и экономических проблем. Политическая элита разочарована в Москве, говорит бывший депутат. Реанимация дипломатических отношений с Вашингтоном, по мнению экс-министра иностранных дел Руслана Казакбаева, пойдет к Кыргызстану на пользу. Это хорошо. Раз мы начали, скажем так, многовекторную внешнюю политику с учетом наших национальных интересов, теперь уже вести серьезные переговоры и детализировать соглашение, чтобы это не просто было типовое соглашение, а было соглашение, которое с учетом наших конкретных интересов. Как будет выглядеть соглашение? Оставят ли стороны документ прежним или в нем будут абсолютно новые пункты, пока неизвестно. Работа над его содержанием, по-видимому, только началась. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.